МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 7 октября 1943 года. 838-й день войны. Сегодня Красная Армия прорвала оборону противника и после ожесточённых боёв обладела городом и железнодорожным узлом Невель. Вечером Москва целитует воинам-победителям 12-ю артиллерийскими залпами из 124-х орудий. Войскам Волховского фронта удалось продвинуться вперёд на 15 километров и войти в город Кириши. Освобождены также сёла Ларионов остров, Посадниково и Рса. Красная Армия форсировала реку Днепр и создала плацдарм на его правом берегу, севернее Киева, южнее Переславля и юго-восточнее Кременчуга. Фельдмаршал Манштейн бросил против наших войск четыре танковых дивизии во главе с танковой дивизией СС Тотенкампф и моторизованной дивизией Гроссдойчланд. Постоянными атаками он пытается сбросить наши части в Днепр. Командующий фронтом генерал Конев прилагает все усилия, координируя действия обороняющихся армий к тому, чтобы удержать захваченные ими плацдармы в районе Переволочной и ниже по течению Днепра. Молодежь Воронежа открывает на собранные средства два комсомольских детских дома для детей, погибших на фронте бойцов и командиров. Ясли и детские сады организуют также Ярославский, Ивановский, Смоленский, Чечено-Ингушский обкомы комсомола. Трудящиеся Тамбовской области готовят праздничные подарки фронтовикам. Сегодня отправлено несколько вагонов мясных и кондитерских изделий, меда, яблок, макорки. 26-й годовщине октября на фронт будет собран эшелон подарков.